В эфире «Северный город» в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Знакомство вслепую едва не стоило жительницы поселка Железнодорожной жизни. Правобережное кладбище обретет в ближайшее время хозяина. Ожидается, что он наведет порядок. Серьезный пожар в жилом доме по улице энтузиастов. Охотничий сезон в разгаре. Какими нововведениями порадовали, а какими огорчили промысловиков-законодатели. На Аллее Славы начался монтаж детских площадок. Необычной выставкой отметили библиотеки Добродар «День матери». Несколько недель назад жительница поселка Железнодорожный познакомилась на одном из сайтов знаком с молодым мужчиной. Они созванивались и переписывались. 14 ноября, возвращаясь с работы, она увидела его неподалеку от своего дома. Расценив это за знак судьбы, пригласила в гости. Ромео оказался преступником и нанес своей избраннице удар ножом. Подробности произошедшего нашей съемочной группе рассказала следователь средственного отдела МВД Екатерина Макарова. В ходе общения молодой человек сказал, что ему необходимо срочно покинуть город, чтобы скрыться от предстоящего суда и попросил денег. Когда потерпевшая отказала, он выходил из ее рук сотовый телефон, взял нож и стал угрожать расправой, не позволяя покинуть дом. Кроме того, злоумышленник решил забрать догоценности. Когда хозяйка попыталась ему помешать, нанес ей удар ножом. Женщина отошла и, воспользовавшись моментом, выбежала из дома. Соседи вызвали полицию. Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции задержали похитителя на выходе из дома. Им оказался 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Квалифицируемое как открытое хищение имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. У правобережного кладбища должен появиться хозяин. Многие годы администрации города, района и муниципального образования «Железнодорожный» спорили, кто должен взять на себя это бремя. Ситуация и вправду противоречивая находится на территории поселка, охоронят горожан. В итоге от мусора и прочих атрибутов бесхозности страдают родственники похороненных. Точку в споре поставил суд по ходатайству Уст-Илимской межрайонной прокуратуры. Уст-Илимская межрайонная прокуратура взялась наводить порядок на кладбище, расположенном в поселке Железнодорожный. Ранее по ее ходатайству суд обязал администрацию района организовать и провести землеустроительные работы, поставить участок на кадастровый учет. В этом году такие работы завершены. Однако из-за того, что собственник отсутствует, организацией размещения и содержанием никто не занимается. Граждане хоронят умерших родственников стихийно и даже за территорией погоста. Не соблюдались все эти годы экологические и санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому в суд было направлено очередное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации поселка Железнодорожный и о понуждении в течение года оформить кладбище. Ходатайство прокуратуры также удовлетворено. Впрочем, у администрации есть еще время оспорить это решение. Проблема достаточно старая. Жалобы к нам идут нескончаемым потоком по поводу данного кладбища. Собственник у него отсутствовал до недавнего времени. То есть в настоящий момент какие последствия решения будут. Органы местного самоуправления поставят его на учет. Как без хозяина у Росреестр по истечению года он поставит его, если никто больше притязаний не заедет на это кладбище, что вряд ли, он его оформит в муниципальную собственность. Соответственно, у него возникнет обязанность по его содержанию и так далее. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Вырывающийся из окон второго этажа огонь в жилом доме по адресу энтузиастов 9 привлек внимание прохожих в половине восьмого вечера минувшей среды. Пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. Из людей никто не пострадал. А вот серьезный ремонт, возможно, придется проводить за счет города. Жилье принадлежало муниципалитету. Очаг пожара находился в комнате площади 17,5 квадратных метров. Собственник этого жилого помещения находился на месте пожара. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо ущерб устанавливается. В результате пожара уничтожена мебель, личные вещи в комнате на площади 20 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. В наших краях ноябрь один из самых любимых охотниками месяцев. Распутиться уже нет. А добывать можно практически всех лесных обитателей при наличии разрешения, конечно. Поэтому стрелять любого зверя, попавшего в прицел, все же не получится. Закон действует и в самых отдаленных закоулках тайги. Всегда ли он справедлив и рационален, смотрите в нашем сюжете. Пока что добычи в лесах Усть-Лимского района хватает всем охотникам. Не жалуются ни любители дикоптицы, ни промышляющие соболем. А из 200 разрешенных к отстрелу лосей добывается и вовсе не более 70%. До Нового года заканчивается на водоплавающую дичь. Все остальные виды охотничьих животных, они продолжаются до 28 февраля. То есть там и боровая дичь, и андатра, и волк, лисица, пушные все виды. Соболь, белка, горностай, заяц, беляк. Копытные у нас заканчиваются 31 декабря. Но единственный вид лось до года, то есть молодой лось, до 15 января. Сезон на медведя завершается уже через неделю. Различным охотничьим организациям города и района было выдано 40 разрешений на отстрел Косолапова. На сегодня известно только о трех добытых. В одном случае речь идет об опасном хулигане. Был случай в охотничьих угодьях, когда медведь приходил на стан на Катинске. Мы официально получили с Министерства лесного хозяйства разрешение на добычу в целях регулированной численности. Ну и добали его. То есть эту угрозу мы устранили. Даже если охотничья удача улыбнется всем, кому выдали разрешение на медведя, цифры все равно смешные, учитывая, что в лесах нашего района бродит около одной тысячи косолапых. Несколько месяцев назад министр лесного комплекса при Ангаре Сергей Шеверда направил в столицу обоснованное письмо с просьбой увеличить квоту на этого зверя в Сибири в разы. Решение еще не принято. Впрочем, пока медведи не включили в основное меню сельскохозяйственный скот с людьми, ситуация терпит. Критическая она уверенно становится с волками. В последние три года их почти не добывали. Дело это хлопотное, а премии за него не было. Выплаты в 20 тысяч рублей начались только сейчас. При этом введены сроки охоты. С 15 сентября по 28 февраля запрещены капканы. На сегодняшний день с ним бороться очень сложно. Такие реалии. Если в Советском Союзе можно было его много захватывающим капканом ввести, капканами, ядом, петлями, можно было... Любые виды охот. На волка не было ограничений по срокам охоты. В течение года можно было добывать. Раньше за самку платили 150 рублей по тем ценам. За самца 100 рублей, за щенка 50 рублей. По словам специалистов, в лесах Уст-Лимского района рыщит около 300 волков. И каждый за год съедает более двух тонн мяса. Это примерно 5 лосей. Если бы серые питались только ими, то сахат их давно бы уже не осталось. По закону можно добывать до 90% этих хищников. И это было бы выполнимо. Но почему-то наши законодатели пошли на поводу у европейских зоозащитников и запретили капканы с ядами. А подстрелить этого хитрого и изборотливого зверя дело очень непростое. Соблюдение закона проверяют во время приемки шкуры. Все лапы, хвост, голова должны быть на месте. И есть еще одно нововведение. Раньше его не было. Это вот видимые за ногу захватывающих капканов, что конечности лап не должны быть кровавые, зашитые. То есть, если он пойман негуманно, то за него не заплатят. При таких строгостях и сложностях 20 тысяч поощрения, кстати, минус налоги, слабое утешение. В то же время нет никаких особых законодательных суровостей в отношении безобидной лисы и даже копытных. Кстати, и добывать их разрешается в достаточно пугающих объемах. Напомним, что того же лося можно настрелять целых 200 особей. На этом фоне 40 разрешений на медведя делают его чуть ли не заповедным животным. С волком ситуация еще более нелогичная. Охотиться на него вроде бы можно сколько душе угодно. Но при этом на всю область предусмотрена оплата только за 150 шкур в год. Складывается впечатление, что под давлением европейских зеленых наши законодатели делают все для того, чтобы ценные промысловые виды уверенно исчезали, а по улицам бродили медведи и волки. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». В Уст-Линск поступила первая партия так называемых «малых форм», которые должны быть установлены на территории Аллеи Славы. Подрядная организация уже начала монтаж детских игровых комплексов, скамеек и урн. Напомним, это, а также установка системы освещения и озеленения территории входит во второе благоустройство по программе формирования современной городской среды. В теплое время года здесь были высажены акации, а также проложены кабельные линии и подготовлены места для последующего монтажа опор освещения. Правда, несколько дней назад неизвестные лица срезали около 50 метров провода. Злоумышленников ищет полиция, а подрядчик за свой счет устраняет неполадки, чтобы своевременно выполнить контракт. День матери отмечают по всему миру в ближайшее воскресенье. Праздник особенно полюбился устилимцам. Всю неделю в честь него проходило множество мероприятий и концертов. В библиотеке Добродар устроили необычную встречу поколений. Дети читали стихи, а взрослые участницы клуба любителей вязания «Волшебный клубок» показали им фотографии своих мам, рассказали о моде минувших лет. Берегите своих матерей, успевайте, пока они рядом. Относитесь как можно теплее, ничего им другого не надо. Мамы, бабушки и даже прабабушки из клуба «Волшебный клубок» встретились со школьниками в библиотеке Добродар не случайно. Любительницы провести время со спицами в руках собираются там часто. Клубу 8 лет, и он насчитывает 40 участниц. А в этот четверг женщины решили пригласить ребятишек, чтобы рассказать им о своих мамах, о том, как и во что они одевались в разные годы. Для этого принесли фотографии и устроили выставку шали, связанных своими руками. Детям нужно вот именно на такие мероприятия приходить, именно на таких мероприятиях участвовать, где вот именно, ну, говорится о мамах, о бабушках, о прабабушках. Это им вселяет, вот тоже, ну, как воспитывает молодежь, вот с детства прямо вот воспитывает уважение к старшему поколению. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Уже совсем скоро наступит светлый и прекрасный праздник – День матери. Давайте в этот замечательный день не забудем отблагодарить наших любимых мам за их тяжелый, каждодневный труд и подарим им красивые поздравления. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание. И до встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин